Сегодня 1 мая, день трудящихся, а мы продолжаем наши эксперименты. Как раз праздник советский, мы вспомним старый ветерок, будем петь ему оду, его точности японской. Для чего нам это нужно? А нужно это для того, чтобы правильно вообще понимать, откуда у нас шумы и откуда ноги растут. Давайте посмотрим, например, на точность шлицевых пазов вот здесь у коленвала. Ставим туда вал, который был куплен новым. Это, наверное, новодел, скорее всего. Но тут шлицы совсем не идеальные, но даже суть не в этом. Сейчас я вам покажу, как он гуляет на конце. Вот мы вставили его в коленвал, специально на прочную поверхность. Тут у нас приспособы. Это датчик звуковой. Я потом расскажу, как это применять будем. Мы пока его отодвинем. Эту удивительный щуп мы тоже проверим. Для обнаружения неточностей посадки вполне сгодится наглядно, чтобы вы могли точно понимать. Итак, крутим, вставляем вал. Он достаточно... Ну, как он сидит? Вот так вот, смотрите. Вот. Люфт небольшой, да? Смотрите, вот на кончике там. Так, сколько миллиметров? Ну, миллиметров 5. Плюс-минус 5 миллиметров. Давайте поставлю это. И будете видеть сами. 5 миллиметров. 6. 6 миллиметров. То есть 3 миллиметра туда-сюда. Ладно, нормально. Теперь вращаем. И что мы видим здесь? Что у нас он бьет. Он даже задевает, зараза, там уже больше почему-то. Смотрите, когда я его шатал, было 6 миллиметров. Когда я его кручу, биения достигают 9 миллиметров. Это говорит о том, что либо вал гнутый, либо вот эта вот ось, она смещена. Для того, чтобы сейчас нам разобраться, где смещение же, что у нас неровное, мы перемещаем этот звуковой датчик. Назовем его так. Вот сюда вот. Меняем ракурс, чтобы вам хорошо было видно. Ставим. И проводим наш эксперимент. Просто крутим вал. И вот у нас задевать будет этот брусок. Абразивный. Он хорошо очень гремит. Вот, слышите, да? Все. Коснулся. Дальше. Дальше вращаем на полуоборота. И в эту получившуюся щель вставляем щуп наш великолепный, который имеет толщину 1 миллиметр. Ребята, 1 миллиметр. И вот скажите, о какой точности, о какой тишине, о какой долговечности можете речь, если вот это отверстие смещено на 1 миллиметр? Вы представьте, что будет с этим? Да я вручную, блин, точнее сделаю. Как? Как вы умудрились так сделать, что у меня этот вал сидит так? Ну хорошо, давайте попробуем его перевернуть на 90 градусов. Вытащим. Ой, на 180. Допустим, что это вот вал сам такой косой. Давайте, хорошо. Может быть, это так и окажется. Давайте, вращаю я на 180 градусов. Вставляю обратно. Может быть, эти неточности коленвала и торсионного вала, они компенсируют друг друга. Да слава богу, я скажу тогда. Вернее, изобретателям этого сия чуда. И что мы наблюдаем? Слышите звук? Вот сейчас. Есть. И вращаем на 180 градусов и меряем. Ну, меньше зазор. Да, меньше. 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 И в итоге у нас получается, что неровно как и отверстие шлицевое в коленвале, так и новодельный коленвал. Я даже брал старый обрезок коленвала, который был до этого. Вот сейчас его под рукой не вижу, но вот он, нашел я его. Даже по нему я мерил. То же самое, ребята. Картина вся та же самая. Чуть-чуть меньше. Давайте перевернем на 180 градусов. Или на 90. Ну, давайте на 180. Вдруг они компенсируют эти неточности. Ну, все то же самое. Чуть-чуть, может быть, меняется картина. Чуть-чуть. Ну, то есть, а что мы сейчас будем делать? Так подбирать, что ли? Это вы смеетесь, что ли? Я, конечно, буду это делать, но, блин, ребята, так не делается. Вы что? Что вы там, как говорится, курили? На миллиметр, на полмиллиметра шлицевое соединение смещено. В итоге, вот, если вы хотите, чтобы у вас все хорошо работало, тоже подумайте, как это исправить. Может быть, что-то придумаете. На канале у Дениса Александровича есть эта сноска. Может быть, при собачью вы посмотрите, что он потом придумает, я не знаю. Ну, я, например, попытаюсь просто это сюда затолкнуть с герметиком и потом сдвинуть. И потом сдвинуть. Но, мне кажется, ничего не получится, потому что оно косое, блин, зараза. Косое-прикосое. Можно, конечно, подработать вот эти вот шлицы, чтобы в одну сторону скомпенсировать, в обратную сторону. Еще раз. Вы видите, да? Во-первых, как оно гуляет в шлицах, переваливается. И оно еще, даже уголком я вам сделаю вот сюда вот. Давайте вот сюда вот. Нет, не достает. Какой-нибудь другой. Другим углом. Давайте вот так вот. Он наклоняется просто. Вот, блин, и обратно. Как же это сделать тогда? Ну, давайте вот так вот. Вот, вот он уголком касается. Во. Сдвинул аж этот брусок. И сейчас зазор там полмиллиметра. Если кому надо, я возьму щуп. Ребята, возьму щуп. Переделаю. Проведу дополнительный эксперимент. Возьму щуп. О, давайте до конца. Не засунул я до конца. Нет. Все равно там полмиллиметра. Полмиллиметра. Это сколько металла у вас будет на скорости 5000 оборотов. Представьте, сколько. А если мы возьмем количество металла по всему, по половине вала. Потому что у вас примерно будет, как в теореме площади треугольника. У вас будет длина вот эта вот умножаться на биение. То есть, длина 20. Ну, давайте полностью возьмем до конца тогда. Хорошо. Полностью. 40. Давайте 40 возьмем. 40 сантиметров. Умножаем на 0,5. 40. 400 миллиметров на 0,5. Это у нас будет 200 миллиметров. И умножаем на... И делим напополам. 100. 100 квадратных миллиметров стали. Имеет биение полмиллиметра. Представьте, какой вес раздалбывает вот это вот ваше место. 200 квадратных миллиметров стали. Это сколько в каждом миллиметре? 10 миллиметров умножим на 10. 100 тысяч. Это у нас получается 1,5 кубического сантиметра стали. Это еще посчитал грубо, потому что я буквально полосочку взял миллиметровую, получается. Ну, у нас же тут идет... Одна сторона, это у нас по касательной радиусам. Другая... Ну, короче, много, ребята. Много-много. Большой вес. Около, блин, около плотность стали 7, да, больше 7. 7 раз больше воды. Ну, ребята, много-много-много. И очень много. Тяжело. Большой вес. Очень большие нагрузки. Я не знаю. Если вы смиряетесь с такими биениями на ваших этих гибридах, что вы там творите, я вообще первое, с чем я не согласен. Вернее, вот вы позорите, просто гибриды. Но вот этого делаем и терпеть тоже нельзя. Полмиллиметра биений для толщины вот этого вала. Полмиллиметра веса. Представляете? Полмиллиметра веса. Сколько это? Это болванка такая, блин, железная. Вот такая вот. Вот тут вот присобачена. Вот она вот миллиметр. Ну, давайте половину возьмем вот этой вот. И вот тут вот так вот присобачим. Понравится вам такое? Давайте с противоположной стороны. Давайте вот. Вот возьмите, кому не лень, вот кто хочет поспорить с этим, что это не важно. Возьмите тогда просто, зафиксируйте, что у вас, например, биение. Где оно? Метку поставьте. Где у вас там зазор. Сначала заведите так, а потом возьмите примерно вот по этому весу, с противоположной стороны прикрутите на болтики, блин. И вы услышите результат ваш. Надеюсь, про треугольник, про площадь треугольника. Там сложная формула веса этой болванки. Ну, примерно половина вот этой вот, этой пластинки будет. Ну, так, навскидку у этого веса. Представьте, сколько тут, блин, грамм 50. Вот 25 грамм веса биения 25 грамм. Нормально это, нет? Мне кажется, вообще нет. То есть, это будет изгибать вот этот вес. Будет изгибать дополнительно ваш вал. Он будет по центру постепенно еще больше прогибаться. Еще больше изнашивать вот шлицы здесь. И в итоге у вас будет разбивать как и этот подшипник, так и подшипник, который у нас внизу на помпе. Так что всем всего доброго. Учитывайте это. Исправляйте как-то, не знаю. Смотрите дальше канал. Всем всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова